Тема номер 9. Формирование целевых функций, элементов системы, самоменеджмента предприятия. Мы взяли OOOXXX на примере предприятия. На основе методик, рассмотренных ранее, предлагается последовательность шагов по созданию системы, самоменеджмента на предприятии такого названного OOOXXX. Повышение качества времени сотрудников. Отдыхать в течение дня нужно ритмично, 5 минут в час. Чем сильнее будет переключение во время 5 минутки отдыха, тем лучше сотрудники отдыхают и восстанавливают силы. Шаг 1. Прописать в положениях об отделе продаж возможностей ритмичного отдыха работников отдела в течение рабочего дня. Создать условия для максимально возможной смены обстановки во время пауз. Мотивация эффективной работы. Использование якоря для эффективного включения в работу. Что такое якорь? Это любая материальная привязка. Например, скажем, музыка, цвет, слово, движение, ритуал и так далее. Связанное с определенным эмоциональным состоянием. При необходимости настройки на задачу целесообразно. Включить нужный материальный якорь и ввести себя в соответствующее эмоциональное состояние. Самый часто используемый на практике якорь – это музыка. Для ежедневного мотивирования на выполнение нужных задач сотрудникам отдела продаж использовать таблицу регулярных дел. Шаг 2. Введение сотрудникам отдела продаж таблиц ежедневных дел с последующим отчетом по ним руководству в конце каждого месяца. Для полноценной работы подразделения важно видеть процессы решения наших задач каждым сотрудникам и их взаимодействия. Поэтому необходимо разработать доску планирования для отдела продаж на основе метода структурирования внимания. Шаг 3. Четко сформулированные цели для сотрудников отдела продаж. Пример цели для сотрудников отдела – не допускать ни одного случая ухода заказчика по причине не получения во время договоров и других договорных документов. Ответственным за исполнение назначить начальник отдела продаж. 2. Не допускать ни одного случая ухода заказчика по причине не получения вовремя счетов. Ответственным за исполнение назначат менеджера отдела продаж, занимающегося оформлением счетов. Третье. Ежемесячный контроль за прибыльностью по направлению. Прибыль должна составлять не менее 10%. Ответственным за исполнение назначат начальника отдела продаж. Третье. Четвертое. Валютный контроль. Дополнительные соглашения по переносу сроков оплаты должны вовремя передаваться в бухгалтерию и банку. Ответственным за исполнение назначат начальника отдела продаж. Например, пофамильно вы назначаете. Соответственность бухгалтерии. Ответственный бухгалтер должен тоже быть. И пятое. Соблюдение и выполнение целей компании. Организация рабочего дня. Организация рабочего дня для отдела продаж предприятия достаточно сложна, так как все быстро меняется. Но планы и нужны для ситуации, когда все меняется. План существует не для того, чтобы загнать себя в жесткие рамки и не реагировать на изменяющиеся внешние обстоятельства. Что такое план? План – это способ ориентироваться в изменяющихся обстоятельствах. Шаг четвертый. Все сотрудники отдела продаж должны иметь четкий организованный план рабочего дня. Для организации рабочего дня используют и следующие правила. Первый. План обязательно должен быть материальным, на бумаге или в электронном виде. Второе. Задачи, не привязанные к конкретному дню, планируются на специальной закладке или на стикерах, прилипляемых к страницам. Это поможет не переписывать такие задачи несколько раз из одного дня в другой. И третье. Ключевые задачи полезны вынести на отдельные стикеры или на стратегическую картонку. При планировании рабочего дня отдела продаж в предприятии рассмотрим три типа задач. Это жесткие задачи, привязанные к конкретному моменту времени. Гибкие задачи. Это задачи, у которых есть срок исполнения, но они не привязаны к конкретному времени. Гибкие задачи. Бюджетируемые задачи. Крупные приоритетные задачи, у которых нет жесткого времени исполнения, но которые требуют достаточно большого ресурса времени. Алгоритм планирования дня следующий. На примере ежедневника с обзором дня. В свободном пространстве, расположенном в ежедневниках справа от сетки времени, составить полный список гибких задач, не привязанных к точному времени. Следующее. Выделить два-три приоритетные задачи. Выполнение гибких задач, начинать именно с них. Третье. На сетке времени запланировать жесткие встречи, привязанные к точному времени. Четвертое. Для приоритетных задач, требующих достаточно большого ресурса времени, забюджетировать время. И последнее. Время между жесткими встречами в ходе дня заполнять, начиная с выполнения приоритетных задач. Приоритеты. Шаг пятый. Руководитель отдела контролирует выполнение всех делегируемых им задач. Все задачи должны отправляться по электронной почте. Копии сохранять в папках контроль ежедневный и контроль ежедневный, просматриваемый соответствующей частотой. Шестое. Информация. При работе с электронной почтой рекомендуется соблюдение следующих правил. Использование автоматической сортировки писем по ключевым темам. Входящий контроль ежедневный, контроль еженедельный, справочные, контекстные папки. Обязательное указание темы, писем. Получивший электронное письмо без поля, тема имеет право стереть его, не читая. Часы приема почты, например, указываете 12, 15 или там 17 часов. Шаг седьмой. Введение и анализ хронометража. Хронометраж учет и анализ расходов времени, характерен для отечественной традиции организации времени. Пример хронометража дня для руководителя отдела продаж предприятия представлен в таблице. В таблице представлен процесс учета еще и до начала анализа получены данные. Создает позитивный стресс. Продолжение следует. Продолжение следует.